Микс Ньюс Олег Пеков, студия, программа «Синема». Будем на протяжении часа говорить о кино, причем будем беседовать. Сегодня с нами по скайпу известный российский кинокритик, автор нескольких книг, множество рецензий, Александр Колбовский. Здравствуйте, Александр Михайлович. Добрый день, добрый вечер. Добрый день, Олег. Добрый вечер. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Одно из таких, наверное, самых больших, значительных событий, и вообще мы будем говорить в основном о российском кино, тем более, что российские фильмы. Ну, не все, но по большей части попадают на наши экраны, если, может быть, не в широкий прокат, то тоже в рамках каких-то небольших, ну, ограниченного проката, фестивального показа. Можно ознакомиться с какими-то самыми главными картинами, и поэтому я думаю, что наверняка фильмы, о которых мы сегодня пойдет речь, ну, через какое-то время, через несколько месяцев, обязательно появится на наших экранах, ведь я понимаю, что и в России еще пока после Кинотавра многие фильмы не вышли в широкий прокат, и только появятся осенью. Да еще практически ничего не вышло, это все еще свежее и никем не виденное, кроме тех, кто был в Сочи. Ну, вот, мы тоже завидуем искренне вам, и, может быть, начнем с того, что, я так понимаю, что решение жюри во главе с Константином Махабенским, ну, не все были зрители и кинокритики согласны с решением этого жюри, хотя, ну, обычно всегда угодить всем невозможно, и это, ну, традиционно говорят, что вот, конечно же, решение жюри там вызвало, там, пререкание, скандалы и так далее. Ну, вообще, это обычная история, действительно, для большинства фестивалей, каждый раз, когда мы читаем о Каннском фестивале, каждый раз потом, после фестиваля, мы видим, как наши критики, я думаю, также и ваши, ругаются на жюри и говорят, что все не так, все неправильно. Вот, на Кинотавре, в общем, тоже исторически так сложилось, что очень часто побеждали картины, которые, ну, потом как-то вот они, если сейчас посмотреть список... Дело в том, что Кинотавр в этом году проходил в 30-й раз, 30 лет ему исполнилось, это было, ну, это отдельно, я немножечко об этом потом скажу, вот, но вот когда смотришь список победителей за эти 30 лет, там есть картины, которые забыты, вот, есть великие картины, которые остались, а есть великие картины, которые остались, но не были награждены. В прошлом году, вот, была курьезная история, когда жюри практически не заметила фильм «Война Анны» Алексея Педорченко, а потом этот фильм получил практически все российские призы, какие только возможно на всех главных российских кинопремиях. Вот, также и в этом году, в общем-то, мы ждали совершенно других решений от жюри, естественно, у каждого из нас были свои фавориты, но как-то, в общем-то, большинство сходилось к тому, что, ну, называлось там 3, 4, 5 названий фильмов, которые, скорее всего, должны были победить, вот. И определенные тренды, определенные направления кинематографа, нам казалось, что их важно было для жюри выделить, вот, в результате жюри совершенно пошло другим путем, я уж не знаю, там, то ли это результат какого-то компромисса, оно практически взяло 3 картины, совершенно не из того списка, что был у нас, и каждому раздало по 2 приза, вот. Правильно, неправильно, ну, конечно, понятно, что все эти призы, все это игра, условность, вот. Были там какие-то вещи довольно обидные, потому что, например, 4-й фильм, который получил диплом жюри, фильм Мегина Сайфулаева «Верность», на который, собственно говоря, мы все ждали, что он победит, он получил такой диплом жюри с очень странной формулировкой, за безграничную веру актеров в режиссера, и, честно говоря, насколько я понимаю, в общем-то, формулировка обидная для режиссера, да и для актеров тоже, вот. И так ее, собственно говоря, все и считали, как обидную. Вот, ну, победил фильм «Бык», фильм Бориса Акопова, молодого режиссера, это дебют, фильм о 90-х годах, такое брутальное мужское кино, ну, кстати говоря, получивший еще один приз за лучшую операторскую работу, вот. Кино довольно вторичное, ну, там даже название, мы знаем, что главные фильмы о 90-х годах, это фильмы с названиями в одно слово, начинающиеся с буквы «Б», да, «Брат», «Умер», что там еще, «Бригада», вот. Тут тоже какая-то такая похожая была игра, это фильм о 90-х годах, где все ужасно, большинство героев погибает, значит, главные героини тоже, в общем, как-то и не очень хорошо с ней поступают, а заканчивается все, последний эпизод, последний эпизод картины появляется в кадре Борис Николаевич Ельцин, и говорит, дорогие россияне, хочу попросить у вас, я ухожу и хочу попросить у вас прощения. И вроде как получается, что вот 90-е годы позади, все, все это осталось в прошлом, вот эти все ужасы, которые нам два часа рассказывал молодой, молодой 30-летний режиссер, 35-летний, прошу прощения. Вот, а дальше началась «Счастливая жизнь». Как-то это все было странно, ну, еще и учитывая то, что картина достаточно вторична по материалу, по языку даже, может быть. Ну, странно, вот действительно, почему именно эта картина получила приз, потому что всегда ведь считается, ну, как «Оскар», например, отмечает фильмы, то это должны быть фильмы, которые, ну, оставили след в кино, которые отмечают какие-то самые главные тенденции, и, кстати, «Оскар» часто сейчас действительно ругают за то, что он ошибается и промахивается вот с выбором тоже фильмов, потому что, ну, вот если сравнить выбор киноакадемиков, ну, еще там лет 20 назад, и вот, ну, последних 10 лет, то здесь вот, ну, возникает много вопросов, где-то фильмы не увидены. Вот почему именно вот эта тенденция? То есть это была какая-то действительно... Ну, сложно сказать. Надо понимать, что «Оскар» — это все-таки голосование нескольких тысяч членов Американской киноакадемии, а фестиваль, любой фестиваль, в данном случае кинотабр, это голосование девяти, всего девяти членов жюри, очень разных, представляющих абсолютно разные направления. Кинематографы, видимо, по-разному понимающие, что такое хорошее кино... Ну, я думаю, что эти решения — это результат какого-то компромисса, о котором мы, в общем, вряд ли когда-нибудь узнаем, если только, может, когда-нибудь кто-то из членов жюри расскажет, потому что там сошлись в жюри замечательные представители кинематографа и Константин Хабенский жюри возглавлял, но там были представители авторского кинематографа и сценарист-режиссер Наталья Мещанинова, и замечательный оператор Алишер Хамедхаджаев, и композитор Алексей Айги, ну, видимо, это результат какого-то большого компромисса. Что это, почему это, ну, трудно сказать. Я знаю, я читал в социальных сетях, я-то так получилось, что сразу после закрытия уехал в аэропорт, я знаю, что члены жюри подходили ко многим моим знакомым, ну, в перерыве, сразу после церемонии закрытия, и говорили, ну что ты, со мной теперь здороваться? Ну, понятно, что мы все равно остаемся товарищами, и это можно обсуждать, это можно соглашаться, с этим не соглашаться. Ну, фестиваль закончился, проехали, фильмы остались, можно только поздравить победителей, ну, пожелать им. Кстати говоря, бык сейчас поехал на фестиваль в Карлово-Луаре. То есть, можно проверить, насколько решение Кинотавра совпадет? Да, 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 получается, что да. Но тут есть еще такая глубинная история, на мой взгляд. Дело вот в чем, вот у меня, я даже хотел его показать, не знаю, получится ли у нас вот эта вот огромная такая толстая книга, это каталог, по-моему, только получается, что она зеркальна, это каталог фестиваля Кинотавр, в котором практически все русское кино за этот год, потому что кроме конкурса там еще и показы на площади, а это абсолютно такое авторское, простите, зрительское коммерческое кино, но если говорить о конкурсе, то он в этом году был очень любопытен тем, что он как-то собрал вот эти 15 фильмов, а если еще добавить фильмы «Открытие и закрытие», то 17 фильмов, в которых невероятно преобладающие какой-то темой были семейные отношения. Причем не просто семейные отношения, а такие семейные отношения на грани нервного срыва, разводы, измены, адюльтеры, отношения скандальные и такие конфликтные отношения детей и родителей, и вот все это было очень густо замешано, и практически две или три картины были только, в которых, собственно говоря, этого не было. Вот одним из этих фильмов был «Быв», в котором, в общем, тема семьи как-то так не... Может быть, это был такой ответ жюри на семейную историю, да. Но ведь действительно были картины, которые получили вновь большую любовь, отклик зрителей, «Давай разведемся» — это картина практически стала фаворитом, я понимаю, зрительского голосования. «Давай разведемся» — ну да, да. А, это, кстати говоря, «Давай разведемся» — по-моему, получила, она же там приз... За Викторию Толстоганова, да, лучшая женская роль. Нет-нет-нет, «Давай разведемся» — там не лучшая женская роль. А, да, «Вышенеба», «Вышенеба», «Вышенеба». «Толстоганова» получила приз за другую картину. «Давай разведемся» — по-моему, там... Я уже тоже пытаюсь, простите, ради бога, пытаюсь вспомнить. «Давай разведемся» — замечательная история. Это Анна Пармас. Это, собственно говоря, тоже дебют. Хотя Анна Пармас — очень известный режиссер, который делала клипы группы «Ленинград». И фильм «Давай разведемся» — он, собственно, тоже во многом снят как такой большой, очень крутой, местами очень остроумный клип. Но там, к сожалению, на мой вкус, начавшись очень лихо и ярко, он в какой-то момент по драматургии начинает буксовать. И в какой-то момент ты уже немножечко скучаешь с этими героями, что совершенно не отрицает, ну, в общем, таланты Анны Пармас и другой Анны Михалковой, которая прекрасно сыграла главную роль. Доказалось, что она замечательная комедийная актриса. Но чуть-чуть даже похожая, мне кажется, на роль в сериале «Обычная женщина». Ну да, только в «Обычной женщине» все-таки элемент драматизма гораздо сильнее. А здесь это абсолютно комедийная история с какими-то даже скетчевыми ситуациями, какими-то немножко экзальтированными такими. И это комедия, это чистая комедия, легкая, веселая, с прекрасными внутрь фильма, в структуру фильма, вмонтированными какими-то клипами на известные и любимые песни. Такое легкое, светлое, хорошее кино. Но, кстати говоря, тоже не очень понимающее, поскольку в центре сюжета тоже история, история измены, история муж уходит от жены, тоже не очень понимаешь, что с этим делать, и вообще как эти семейные проблемы решать. И там, собственно говоря, к концу как-то и не решается ничего. У меня просто сложилось какое-то впечатление, общее впечатление от просмотра фрагментов, трейлеров, что это немножечко даже кино такой, но одной шутки. То есть, получается, вот с самой парадоксальной ситуацией, что женщина, которая как бы априори не может претендовать на красавца-мужчину, она решает бросить вызов заведомо, но как бы такой... Ну, нет, там немножко другая история. Там такая успешная состоявшаяся женщина-гинеколог, а муж такой вот, муж ведет дом, занимается детьми, готовит, и в какой-то момент ему это все надоедает, он решает ее бросить. Там очень забавно было, потому что был этот фильм «Анный Пармас», а на следующий день в конкурсе был фильм «Игина Сайфулаева и верность», который ровно начинался с того же, значит, героиня, врач-гинеколог, вот, и у нее подозрение, там даже сюжетно, если у Анны Михалковы узнавала, там так случайно ей попался телефон мужа мобильный, то в фильме «Нигиной» тоже это все как-то связано было с СМС-кой, она тоже, значит, начинает подозревать мужа в измене. Абсолютно похожие, абсолютно похожие такие начальные ситуации, но дальше, естественно, действие совершенно по-разному стремительно несется, совершенно в разные стороны, и вот как раз фильм «Игина Сайфулаева» мне показался одним из главных каких-то таких и самых интересных, и смелых, и жарких, наверное, фильмов, этого кинотавра, и, собственно говоря, мы, в общем, за него и болели. Ну, вот так получилось. Не могло ли получиться так, что свою роль сыграл успех «Аритмии», может быть, в прошлом, или позапрошлом, сейчас уже боюсь соврать, что, может быть, жюри не хотел, ну, как бы увидев какой-то вот, ну, в рифмующейся, ну, как бы ситуации, не хотело повторять? Трудно сказать. Не знаю. Я не знаю. Надо понимать, что каждый год действительно очень разные жюри. И даже председатели жюри, год, когда победила «Аритмия», был председателем жюри Евгений Миронов, сейчас Константин Хабенский, я понимаю, что у них, может быть, очень разные взгляды на кино, так же, как и у всех остальных членов жюри. Поэтому, ну, что сейчас гадать? Я боюсь, что мы тут ничего, уже все равно не… только какие-то теории заговоров у нас могут быть. Ну, так или иначе, вот что вышло, то вышло. На самом деле, решение жюри какое-то вышло действительно такое коряво и не очень понятно. Ну, еще одна интересная тенденция, которую я обратил внимание на то, что среди вот этих 15 картин, которые были представлены, если еще добавить, там, скажем, короткометражное кино, были актеры и актрисы, которые снимались сразу в нескольких фильмах, в частности, вот Федор Лавров, он в трех основных фильмах конкурса, и еще одно короткометражное. Вот Александр Кузнецов, он был… Александр Кузнецов даже получил приз за лучшую мужскую роль, и, собственно говоря, вот я недавно, как раз уже после фестиваля читал, он снялся, по-моему, в трех картинах, если я не ошибаюсь, только я не помню, но там были и конкурсы, и короткий метр, у меня уже тоже немножко это в голове перемешивается. Кузнецов действительно такое новое лицо русского кино, очень интересный персонаж, ну, актер замечательный, но тут еще интересно то, как кинематограф, вот у нас в прошлом году лицом русского кино был такой артист Александр Петров. Да, да. А артист с очень таким нивелированным лицом каким-то, опять же, когда я так говорю, ты не знаешь, что он плохой артист или хороший, это просто типажность, я говорю о типажности. Кузнецов, в общем, тоже лицо достаточно стертое такое, но вот говорили, но очень нервное, гораздо более нервное, чем лицо Петрова. И это актер, который действительно может быть на экране и брутальным, и нежным, и очень разным, очень разным. Вот. И, в общем, наверное, на него действительно стоит обратить внимание, тем более, что он получил приз за лучшую мужскую роль. Ну, я вот думаю, что мы сейчас как раз поговорим о нем, может быть, чуть-чуть более подробно и в связи с картиной, где он сыграл одну из главных ролей. Просто у нас сейчас время небольшой паузы, после чего мы вернемся в студию. Мы продолжаем программу «Синема». Я напомню, что сегодня мы говорим о российском кино, и у нас по скайпу на связи российский кинокритик Александр Колбовский. Мы говорим о кинотавре, о фильмах, которые еще пока никто не видел, кроме критиков, жюри, и фильмы, которые появятся скоро на киноэкранах. И вот мы заговорили о новом, ну, очень набирающем популярность актере, Александр Кузнецов, который снялся в трех сразу фильмах фестиваля. И вот, кстати, фильм все-таки «Большая поэзия». Вот он, насколько в нем была ли присутствовала тема любви? Потому что вроде бы ведь это тоже о бандитах, о криминальных разборках. Ну, тема любви, на самом деле, представлена, наверное, во всех картинах, любое кино о любви и, собственно говоря, и бык. «Большая поэзия» — это фильм Александра Лунгина, сын Павла Лунгина. И это вот как раз один, наверное, из двух фильмов конкурсной программы, а первый — «Бык», который вот совсем не зацикливается на этой семейной теме. Вот. Но это такое брутальное мужское кино. Надо сказать, что, кстати говоря, что это тоже дебют. Хотя Александр Лунгин уже человек, ну, не совсем молодой, ему лет 47 или 48. Вот. И у него были замечательные сценарные работы. И, в общем, тут обязательно нужно сказать о том, что за месяц до Кинотавра на экраны в России вышел фильм Павла Лунгина, который называется «Братство». Где сценарий... Простите, ну да, Павла Лунгина, где сценарий как раз вот его сына Александра Лунгина. И это замечательная картина, которая, мне кажется, вот одна из важных российских фильмов этого года. Это фильм об Афганистане, но абсолютно лишенный какого бы то ни было, какого бы то ни было такого налета, ну, вот этого патриотического, такого ура патриотического. Ну, фильм очень честный и, на мой взгляд, замечательно сделанный. Вот. Так вот, возвращаясь к большой поэзии. Это тоже мужское кино. Там два главных героя. Я не знаю, есть ли в Латвии такое слово «чоп». Они «чоповцы». Это охранные охранники. Они возят деньги, они перевозят деньги, там, забирают их из банка. Ну, не инкассаторы, а частная какая-то фирма. Частное охранное предприятие. Вот. И два этих героя, два молодых парня, которые прошли войну, где-то, значит, там воевали, видимо, в Чечне. Вот. Но при этом они еще и увлекаются рэпом. Стихами, поэзией и рэпом. Причем один из них очень талантливый, другой не очень талантливый. Вот. Естественно, там есть и тема любви, естественно, там есть отношения с женщинами. Вот. Вот. Очень суровая картина, жесткая, талантливая, безусловно талантливая. Но она, собственно говоря, и получила, кроме приза за лучшую мужскую роль, там еще и приза сценарий. Вот. Ну, достойное, хорошее кино. Ну, и я надеюсь, что у нас появился еще один лунгин, в котором мы теперь будем ждать каких-то новых. И появился, наверное, еще такой брутальный молодой персонаж, герой, актер на киноэкранах, который может составить уже конкуренцию. Кстати говоря, Кузнецова зрители-то видели уже, потому что, если кто-то помнит, он был в фильме «Лето», например, в прошлый год у Серебренникова, он там появлялся в одной из ролей. Вот. Он много снимается, и, собственно, это не дебюты. Это не дебюты. Это актер очень активно снимающийся в русском кино, в сериалах. Кстати, много снимаются сейчас ребята из Гогольцентра. Это, в общем, примерно одно поколение. Вот Александр Горчилин, Никита Кукушкин, вот эти ребята, имена которых обязательно нужно запомнить, потому что это такое вот актерское будущее русского кино, уже ярко проявляющееся и вот в фильмах этого конкурса, особенно в короткометражках. Но, кстати, актриса Гогольцентра Янге представляла картину «Троица», я понимаю, на конкурсной, в конкурсе. Да, да, да. Интересно, что это уже вторая ее вторая картина. Первая была год назад на Московском кинофестивале, тоже была в конкурсе. Ну, тут сложнее сказать. Мне Янге как-то больше нравится как актриса и как певица, вот, как режиссер, ее режиссерская работа. Ну, это не совсем мое кино. Вот, это опять такая семейная история, значит, она пытается расстаться с мужем, уйти к любовнику. Все это очень красиво снято, невероятно красиво. Все это под прекрасные советские песни, которые тоже так как-то метафорические. Ну, в общем, это все, это очень красивое кино, но, честно говоря, я не очень его совет смотреть, потому что... Ну, вот мы уже говорили, упоминали фильм «Высшее небо», вот фильм, который принес Виктории Толстогановой награду как лучшей актрисе. Вот это кино ведь тоже, это кино о любви, и интересно, что играет Алексей Агранович муж Виктории Толстогановой. Это его такая вторая большая, я понимаю, роль после юмориста. Да, но здесь не настолько она большая, конечно, все-таки здесь... Там изначально фильм сценарно строился, насколько я знаю, на отношениях матери и дочери. Вот маму играет Виктория Толстоганова и дочери. Но потом появилась вот эта тема отца, ну, Агранович у него такая роль, ну, она, конечно, главная, но она не такая вот лидирующая и солирующая, как в «Юмористе». Вот. Знаете, это странный фильм, его приятно смотреть. От него, кстати говоря, многого ждали, потому что Оксана Карас тоже года три или четыре назад, я не помню точно, получила главный приз кинотавра за фильм «Хороший мальчик». Да. Вот. И этот фильм приятно смотреть, но как-то, когда он заканчивается, остается ощущение какой-то недосказанности и вторичности. Хотя, хотя он прекрасно снят, там все время возникают какие-то перепевы, переклички, цитаты из классическим советским кино, из каких-то европейским кино. Вот. Это такая тоже история взросления, история подросткового бунта и история кризиса семьи. Вот. Но, честно говоря, на кино, просто все же в сравнении. Наверное, если бы мы просто посмотрели картину без фестиваля, наверное, она бы понравилась гораздо больше. Когда ты смотришь вот полтора десятка фильмов очень высокого качества, этот фильм, он еще был в последний день, по-моему, в фестивале, или в один из последних дней, он как-то вот для меня остался немножко в тени. Хотя я считаю, что действительно Виктория Толстоганова замечательная актриса. У нее там, кстати, еще одна была роль, по-моему, даже более интересная. Она снялась у Константинопольского в «Грозе». Да, да. Значит, это Григорий Константинопольский снял, экранизировал пьесу Островского, перенеся все действия в сегодняшний день. Вот. Толстоганова играет Кабаниху. Вот, все происходит в сегодняшнем таком городе, снимали они все это в Ярославле, и все это происходит абсолютно вот в реалиях, с какими-то узнаваемыми. Он, в принципе, почти полностью сохранил классический текст, но какие-то вещи он там добавил. Например, Катерина, когда уже после измены, значит, ее приговаривает, ее Кабаниха приговаривает к домашнему аресту. Вот, и одевает ее металлический, как это называется, браслет. Вот. Там есть какие-то узнаваемые реалии, там совершенно замечательные персонажи. Вот Феклуша, Барни, если кто-то помнит классический текст Островского, то это все невероятно здорово перенесено в сегодняшний день. Феклуша, это такая какая-то весталка, такое, значит, что-то, какое-то такое подобие каких-то сегодняшних телевизионных таких шоуменов. Там замечательно ее играет Мария Шалаева, Барыня Алиса Хазанова. Это такая депутатша, не знаю, то ли Мизулина, то ли Яроваева. Вот. Интересно. Там не все, на мой взгляд, до конца получилось. Не всегда этому тексту классическому уютно и удобно вот в этих сегодняшних реалиях. Но попытки интересные. И вот там Толстоганова, кстати, мне показалось даже еще жестче и интереснее. Вот Толстоганова Кабаниха. В общем, ну я рад, что эта актриса, она как-то, я не знаю, по-моему, у нее это первая награда. И я рад, что у нее вот уже настала пора, когда появились вот такие роли. Такие грандиозные, серьезные. А можно я скажу про фильм, который больше всего мне понравился на Кинотавре? И, собственно, я понимал, что он не получит главного приза. Он, кстати говоря, мы кинокритики, вот видите, киноведов кинокритиков России, вручила ему свой приз «Белый слон». Это фильм режиссера Юсупа Розыкова, фильм называется «Керосин». Начиналось все с того, что когда Юсуп вышел на сцену и представлять картину, с ним вышли два его пожилых актера. Там, собственно, главную роль играет 85-летняя актриса из Ярославля, Елена Ивановна Сусанина. И, собственно говоря, это такой бенефис ее, потому что она в кадре. Это фильм про старушку. И вот Юсуп Розыков сказал, что фильм снят за такие деньги, что может показаться, что этот фильм снят на пенсии наших актеров. Там действительно смешные какие-то деньги. И фильм абсолютно минималистский. Но это абсолютно точная, какая-то соединяющая гиперреализм и абсолютный реализм, соединяющая сказку и реальность, вот рассказ о сегодняшней России. Во многом для меня очень грустный рассказ, может быть, даже где-то на уровне приговора, а где-то оставляющий надежду. И, честно говоря, мы, в общем, как раз болели за Елену Ивановну Сусанину. Мы надеялись, что она получит приз за лучшую женскую роль. Мы все в нее влюбились. Она была на фестивале. 85-летняя актриса из Ярославского театра имени Волкова. Вот фильм «Керосин» Юсупа Розыкова. Вообще это замечательный режиссер. Он не громкий. У него картины, кстати говоря, они уже 3-4 фильма его последних было на кинотавре в конкурсной программе. И надо понимать, что это режиссер абсолютно европейского класса. Но он такой, может быть, не так громко это все. И картины все, как я уже говорил, не глобальные, не крупнобюджетные. Но это очень точное и очень, ну вот, это настоящее авторское кино. Таким, каким оно должно быть. Но при этом понятное, понятное, на мой взгляд, каждому зрителю, любому. А можно ли говорить о том, что вот за эти уже 30 лет сейчас происходит какая-то смена поколений в российском кино? Приходит новое поколение актеров, режиссеров, что-то меняется именно вот поколенческое? Ну, наверное, да. Да, дело в том, что за 30 лет, наверное, уже несколько поколений сменилось. И очень сейчас обнадеживающим было смотреть конкурс короткометража, где, собственно говоря, и были еще более молодые режиссеры. Но, в принципе, в принципе, уже вот это поколение, которое мы считали молодыми, поколение Бориса Хребникова, Алексея Попогребского, даже Анны Меликян, оно уже, в общем-то, оно уже, в общем-то, не только не самое молодое, но оно уже, в общем-то, почти такое ветеранское. Вот. Сейчас снимают кино, и в конкурсе кинотавра было много работ 30-летних, 35-летних, ну, от 30 до 40, скажем так. Поэтому, безусловно, конечно, 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 меняется режиссерская, режиссерская, вот этот набор имен. Ну, может быть, еще кинотавра, такую политику, отборщики кинотавра, им интересно открывать новые имена. Ну, на самом деле, надо справедливости ради сказать, что в Сочи были два фильма, ну, мастеров старшего, ну, уже, можно сказать, старшего и суперстаршего поколения, но они были не в конкурсе, это были фильмы открытия и закрытия. Был фильм Валерия Тодоровского «Одесса», он открывал фестиваль, и это интересно, это обязательно стоит смотреть, это история о том, как в 72-м году в Одессе во время эпидемии холеры, но дальше там начинается абсолютно семейная, опять же, семейная сада, с мелодрамой, с какими-то очень неожиданными актерскими, неожиданными сюжетными поворотами. И закрывал фестиваль фильм, который, к сожалению, не смог посмотреть, фильм Андрея Смирнова «Француз», ну, это мастер, которому, в общем, который еще более старшее поколение, вот, наверное, в конкурс эти картины уже как-то странно ставить, но они есть, они есть, так же, как сегодня я прочитал, что замечательный фильм снял Александр Миндадзе, вот только сегодня об этом я узнал. Так что, нет, старшее поколение тоже работает. На фестивале были представлены, ведь не только в конкурсе какие-то вещи, был, впервые, кстати, на кинотабре обратил внимание на телевизионное сериальное кино, и вот в Большом зале, в Зимнем театре, нам показали первую серию нового фильма, телевизионного, ну, как телевизионного, ну, сериального, сериальную работу Бориса Хлебникова, которая называется «Шторм». Интересно, я буду ее смотреть, безусловно, вот, она будет выходить на стриминг-платформе «Старт», а нам представили первую серию, и, в общем, это тоже интересная такая тенденция, что фестиваль обращает, будет обращать внимание не только на кино прокатное, не только на кино, рассчитанное для кинотеатров, но и на то, что вот на стриминг-платформах, на каких-то платных платформах интернета, ну, и на телевизионное кино, классическое телевизионное кино. То есть, в этом отличие от Каннского кинофестиваля, которое, ну, отвергло абсолютно. Да, да, и я думаю, что в этом, ну, я думаю, что Каннский фестиваль тоже ведь к этому, скорее всего, придет, хотя, по-моему, в этом году тоже в Кане как-то телевизионные какие-то, какие-то сериальные проекты там у них были. В прошлом году у них был конфликт, насколько я помню, с Netflix. Ну, вот как раз-таки сериалы сейчас ведь действительно и «Домашний арест», и «Звоните Ди Каприо», это были такие очень нашумевшие картины. Обычная женщина, да. Обычная женщина, конечно. Конечно, содержанки того же самого Богомолова тоже, ну, они не были, может быть, как раз-таки для телевизионного, ну, телевизионного открытого там по федеральным каналам. Но как раз-таки вот эта возможность, вот, длинный метр, вот, совсем гипердлинный метр, он сейчас оставляет надежду? То есть, вот это то сериальное кино, которое может быть какое-то новое, тоже принести что-то новое? Ну, да, надо понимать, что это кино делают те самые режиссеры, которые, собственно говоря, на Кинотавре побеждают, получают главные призы и представляют на Кинотавре свои фильмы, как фильмы полного метра. Это те же самые режиссеры, это те же грандиозные актеры, это такие же бюджеты, судя по всему. Вот, это просто большое кино, которое длится не полтора-два часа, а, там, может, длится десять часов. Но это, собственно говоря, мировая тенденция, это, наверное, не только российское, там, не знаю, все мы сейчас смотрели. Ну, вот, последним потрясением для меня был «Чернобыль», который для меня абсолютно кино. Кино, не сериал, а кино. Замечательно сделанное. Я думаю, что в Латвии тоже его видели. Да. Так что это абсолютно мировая тенденция, и надо понимать, что тут тот случай, когда кино и сериалы, и сериальные вот эти истории, они поддерживают друг друга. Одно без другого невозможно. Я думаю, что кинематограф тоже вполне себе останется, и вот такое вот полнометражное кино тоже останется, кино для кинотеатров. Ну, вот как раз объединяете две темы молодых режиссеров и сериалы. Режиссер сериала «Школа» Гая Германика, которая, ну, еще тоже недавно вообще считалась очень молодой, сейчас, в принципе, она уже маститая, уже такая заматеревшая. Вот как раз-таки фильм «Мысленный волк», мы, по-моему, про него вообще ничего не говорили. Да, фильм «Мысленный волк». Он, кстати, получил приз за лучшую музыку Игоря Вдовина, действительно замечательную музыку. Вы знаете, что с фильмом «Мысленный волк» у меня получилось какое-то несовпадение. Это сценарий Юрия Арабова. Вот, эта история очень метафоричная, сценарно метафоричная, собственно, и по языку метафоричная, совершенно невероятно снятым, по-моему, Германикой, придуманным, снятым финалом. Но все, что было до финала для меня, во многом осталось загадкой. Ну, как-то вот не пробился этот фильм ко мне. Там, собственно, всего, там, собственно говоря, это отношения мамы, которой играет Юлия Высоцкая, и дочери, я не помню, к сожалению, фамилию, хорошая актриса. И вот весь фильм, сначала они идут через лес, опасаясь этого. Ну, это такая, эта история, это, конечно, выяснение отношений с собственными страхами, собственной верой, насколько я понимаю. И германики, ну, и зрителя, который это кино примет. Это очень религиозная картина, как ни странно, хотя там не так много, собственно, в фильме, в тексте фильма об этом свидетельствует. Но этот фильм очень религиозный. Ну, вот как-то мне он показался небрежно, неряшливо снят. И немножко тонешь, немножко тонешь в этих диалогах, которые, видимо, очень глубокие, написанные арабовыми диалогами, с которыми, как мне кажется, германика не справилась. А удалось ли посмотреть во внеконкурсной программе, показанный фильм «Дылда», который, ну, вот как раз приехал с Каннского кинофестиваля, ведь, буквально? Да, и посмотрел. Более того, «Дылда» уже у нас идет в России сейчас в прокате. И, кстати говоря, тут очень... Я вот смотрю свою ленту, насколько мы на кинотавре все как-то были потрясены, и для нас это было... Ну, мы все как-то так пожимали плечами и говорили, что, наверное, если бы был фильм в конкурсе... А он не мог быть в конкурсе, потому что продюсер Александр Роднянский президент фестиваля. Вот. А если бы фильм «Дылда» был в конкурсе, он бы, наверное, получил главный приз. Наверное, так. Вот. Для меня это очень серьезное высказывание. И я... Для меня главный вопрос, как вообще этот парень... Я познакомился с ним на кинотавре. Ему 27 лет, он действительно и выглядит... Выглядит он вообще на 22. Вот. Он юный, тоненький, худенький мальчик. Как в нем... Причем, насколько я знаю, ну, это и вы знаете, о кино, о существовании кино как искусства, он узнал, в общем-то, уже в вполне зрелом возрасте. Вот как в его голове, в его воображении вот это... Вот это все вдруг вошло в представление об образности, о темпоритме. Вот все-все-все. Вот все это мастерство режиссерское, которым многие люди идут десятилетиями. Он очень быстро как-то его набирает. И, наверное, у этого фильма есть, безусловно, есть какие-то... Можно предъявить какие-то упреки, но это, безусловно, очень взрослое кино. Очень взрослое, очень сильное. Наверное, очень спорное, потому что я сейчас уже читаю, что многие мои коллеги, которые не были на кинотавре, они как-то вот предъявляют много претензий к сценарию фильма. Но это, безусловно, кино очень зрелого, сильного и перспективного режиссера. Невероятно перспективного и, наверное, одного из самых сильных в этом поколении. Ну, вот уже буквально заканчивая разговор, у нас, по-моему, буквально на две минуты остались. Насколько кинотавр помогает продвижению картин, позволяет этим фильмам достучаться до зрителя, привлечь к ним внимание? Никак не помогает. И, собственно говоря, по-моему, это и не ставится целью. Ну, фестиваль есть фестиваль, но это даже не Каннский фестиваль, который, хотя и тут я не уверен, что в России лауреатство на Каннском фестивале каким-то образом помогает в прокате. Нет, никак не помогает. Кинотавр, в общем, немножко не для этого существует. Он существует как такая рабочая площадка, ведь в зале кинотавра, в зале, где идут конкурсные фильмы, нет случайных зрителей. Там только представители индустрии, представители, те, кто аккредитованы на фестивали. Это фестиваль для своих, это фестиваль, где ты можешь понять тенденции, ты можешь увидеть, не случайно приезжают все продюсеры, не только те, чьи фильмы представлены, но все российские продюсеры обязательно приезжают в Сочи, потому что для них важно увидеть. Увидеть какие-то новые, узнать какие-то новые имена, познакомиться с какими-то новыми тенденциями. Вот все это очень важно. В этом году был, наверное, не самый сильный конкурс, на мой взгляд, по сравнению даже с прошлым, позапрошлым годом. И кто-то вот очень правильно написал, при этом 30 лет, и фестивальная машина работает абсолютно гениально, абсолютно безотказно. И это какой-то тоже пример для кинематографистов того, как должен работать кинематограф. Абсолютно четкое и какое-то точное понимание каждому своего маневра. Потому что в российском кино есть талантливые люди, есть хорошие талантливые фильмы, но эти фильмы абсолютно падают куда-то в пустоту. И я думаю, что вот судьба фильма «Керосин», про который я говорил, она не очень, наверное, не очень оптимистична, к сожалению. Ну что же, спасибо большое. К сожалению, вот у нас время заканчивается. Надеемся, что мы, может быть, продолжим разговор уже оточно в Риге. Спасибо, да. Большое спасибо. Александр Колбовский, российский кинокритик, сегодня был в нашей программе «Синема». До встречи. Спасибо, до встречи. Ходите в кино.